Всем привет! Сегодня стараюсь показать вам, какую верхнюю одежду завесли в наши магазины. Первый магазин, в который я зашла, это Манго. И здесь, в принципе, выбор. Кот наплакал, один вид, два разных цвета и тренч тоже. Так что начало не очень убедительное. Померила вот такое пальто. Оно чуть ниже колена. Меланжевого цвета на мне размер М. Может, даже я и Эльку бы взяла. Потому что, если вы хотите что-то пододевать более плотное, с такими широкими рукавами, все-таки нужно думать об этом и рассчитывать, какой вы размер хотите взять. Оно на поясе. Ну, в принципе, неплохое. Но состав не идеальный, 54% шерсти. Длина, в принципе, тоже неплохая. Девушкам пониже будет вообще идеальная длина. Так, по ощущениям, хорошенькая. Ну вот, я его завязала. И чувствую, что мне надо было взять еще побольше Элька. Может, даже Икс Эль. Какой-то дискомфорт до конца. Удобно ли мне вообще будет? Я руку до конца не могу поднять. Ну, и, соответственно, если вы пояс завязываете, то и длина становится короче. И взяла вот такой тренч. Знаете, он такого нежного розового цвета. Там еще висит бежевый стандартный базовый цвет. Сейчас я его примерю и покажу вам, расскажу. Ну, могу сразу сказать, фурнитура здесь, она как будто бы вообще отдельно из другой оперы. Так, ну вот, я померила тренч. Если честно, чувствую я себя в нем очень некомфортно. Девочка-припевочка. На мне размер Эль. И он мне впритык. Актуально больше длина миди. Все детали очень дешево смотрятся. Шершавый материал. Ну, здесь, опять-таки, не пододенешь что-то такое более объемное. Тренч. Давайте посмотрим состав. 97% котон, 3% эластан, пельта. Это совсем малышка. Малышка. Это правда. Подгадайте, в каком я отделе. Очень яркие вещи. И орет музыка ужасно. Я в Бенетоне. Класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну что, я померила пальто кокон. Чувствую я себя девушкой из 80-х и 90-х. Что-то совсем не пошло. Как-то оно здесь меня увеличивает. Так, цвет хороший, мне нравится. В принципе, силуэт неплохой, но вот здесь что-то пошло не так. Если бы я выбирала себе пальто, я бы его не взяла, потому что не села. А так, вполне себе хорошенькая. На мне 44-й. 7000 рублей артикул. Кстати, линейка тренд. Так, вот это такое же пальто. Я имею ввиду фасон. Ну, другая расцветка. Расцветка мне очень нравится. Стильно выглядит. Вполне себе. Лав Репабрик перешло на оверсайз. Кстати, коричневое пальто я мерила. 42 размер. Прям таких различий в посадке я не заметила. Так, плащ из эко-кожи. Ремень сразу нет. Мне не нравится он здесь. Вот эти вот застежки тоже не нравятся. Как сел, не нравятся. Цвет нравится. Очень мягкий материал. В расстегнутом виде еще более-менее смотрится. В целом актуальный плащ. По длине тоже, но не базовый. Я мерила 44 размер. Вот в размерах есть даже параметры. Стоит 7000. Так, и косуха. Очень мягкая, матовая, золотая фурнитура. Ну, не сказала бы, что прям мне нравится. Неплохая косуха. Какой-то налет вот этой вот девочковости, свойственной Лав Репабрик. Все-таки они не могут от этого избавиться. Поэтому присутствуют. Но они уже больше перешли на такой оверсайз. Мы видим, что у них все коллекции были приталенные. Такие нежные. Девочкам, студенткам. Все облепить. Поэтому, может быть, придет время, и они догонят зару, что вряд ли. На мне 44 стоит 6000. Есть еще другая. Потемнее у них. Сегодня весь день громко орет музыка во всех магазинах. Такое, что даже кричать не хочется. Пуховик интересный, но в нем вот этот и борец с ума. Ботиночки понравились. Натуральная кожа. На них сейчас скидка. Эпос 37. Мне впритык 38 не было. Чуть тяжеловатая подошина. Но эту можно пережить. olin. БОЭТИ! Продолжение следует... Продолжение следует...